Дикие животные К тому же Лего позаботилась о том, чтобы мы не только рассказывали о детях животных, но и познакомили их с местами обитания, такими как речной водоем, Антарктика, джунгли, саванна и конечно же тайга. Мне очень понравилось все это строить, у меня еще остались кубики, в состав входит 104 элемента, достаточное количество для организации занятий с ним, группа от 1 до 6 человек. Обратите внимание, что крокодил и бегемот у нас умеют разговаривать челюсть, а жираф старший может поднимать шею. Это очень здорово. Мне очень приятно держать вот эти фигурки, которые по-настоящему добрые, с которыми хочется заниматься. Поверьте, используя этот набор в обучающей практике, дети будут задавать больше вопросов. Конечно же, Лего не предоставляет инструкции для всего, но этот набор можно использовать и комбинировать с другими наборами от Лего Эдюкейшн, и это будет только пользой. То есть, если мы возьмем этот набор, к нему, допустим, можем добавить набор с трубками, и получится, что мы построили детскую площадку где-то в зоопарке. Мы можем также обыгрывать все возможные ситуации, используя персонажей. Допустим, просим воспроизвести детей отрывок из какого-то мульска, предварительно им его показать. Король лев, пингвин, Мадагаска, ну или наша любимая мука. Персонажи очень красивые, очень яркие, дети будут рады заниматься с ними, а вы будете рады им преподавать. Спасибо огромное за внимание к нашему каналу. Если вам нравится, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на него. Всего доброго, занимайтесь и получайте удовольствие от занятий. До свидания.